Друзья, привет! Сегодня мы с вами разберем новое четвертое задание устной части. Свою подробную оценку этого задания я уже давала в этом видео. Не буду повторяться, но если вкратце, то задание составлено совершенно неграмотно. Но так как нам с вами все равно придется это задание выполнять, вот его выполнением мы сегодня и займемся. И также в конце видео я вам расскажу о моем следующем вебинаре для выпускников и учителей Grammar and Vocabulary Success, который пройдет уже в следующую субботу, 25 сентября. Вебинар полностью посвящен третьему разделу. Это задание на грамматику, словообразование и лексику. Всю информацию я также оставлю в описании под видео. Вот так вот выглядит четвертое задание нового формата. Мы с вами должны представить, что мы вместе с нашим другом делаем проект. Здесь это проект на тему «Жизнь без гаджетов». Мы нашли две картинки и хотим рассказать об этих картинках нашему другу. И сейчас мы должны записать аудиосообщение и выслать его другу. На подготовку нам дают 2,5 минуты и затем 3 минуты, максимум 3 минуты на само высказывание. Сказать нам нужно 12-15 фраз. Это значит в среднем 2-3 фразы на один пункт плана. Фраза – это подлежащая плюс сказуемая. Но, друзья, если вы раскроете все пункты плана, никто ваши фразы считать не будет. Поэтому мы сконцентрируемся именно на раскрытии всех пунктов плана, а не на количестве фраз. Максимальное количество баллов за это задание – 10 баллов вместо прошлых 7 баллов. И задание проверяется по тем же трем критериям. Это РКЗ – максимальное количество баллов 4 по этому критерию, организация высказывания – 3 балла и языковое оформление высказывания – 3 балла. Если мы сложим эти баллы, у нас как раз получится максимально 10. Итак, вот план, на основе которого мы должны построить наше высказывание. Он состоит из 5 пунктов. Первый пункт – мы должны дать краткое описание фотографий. Минимум 2 детали по каждой фотографии. И эти детали должны быть связаны с темой проекта. Второй пункт – мы должны дать минимум 2 различия между фотографиями. Эти различия должны быть связаны с темой проекта. Третий пункт – мы должны рассказать про достоинства и недостатки. Один, два, двух видов книг. Четвертый пункт плана мы должны объяснить, каким образом эти фотографии иллюстрируют проект. И пятый пункт плана мы должны сказать, хотели бы мы жить без гаджетов и почему. В плане, как и раньше, почему-то не указано, мы с вами обязательно должны дать вступительную и заключительную фразы. Друзья, в этом задании очень важно угадать, по какому принципу составители выбрали именно эти две фотографии. Или, если не угадать, то по крайней мере увидеть какой-то принцип. Это особенно важно для ответа на четвертый пункт плана, где мы с вами должны сказать, каким образом эти фотографии иллюстрируют проект. Здесь, например, я решила, что принцип в том, что эти фотографии показывают, как отличается выполнение одного и того же действия с гаджетом и без. Без гаджета надо собраться, поехать в библиотеку, найти нужную книгу и так далее. А с гаджетом можно все это сделать, не выходя из дома. И вот об этом мы и будем говорить в четвертом пункте плана. Итак, начнем. Вначале мы должны дать вступительную фразу. В анализе типичных ошибок 2021 года, я оставлю этот документ в описании под видео, Фиби предлагает вот такую фразу. Имя друга можно выбрать любое. Первый пункт плана – краткое описание фотографий. Мы должны дать минимум две детали по каждой фотографии, и эти детали должны быть связаны с темой проекта. Связанные с темой проекта – это значит существенные. Например, сказать, что девушка слева улыбается – это несущественная информация. Ну и что, что она улыбается, какую информацию это дает нам об использовании или неиспользовании гаджетов. А вот если сказать, что она улыбается и видно, что ей нравится находиться в библиотеке, читать вот эту книгу, то есть показать ее отношение к ситуации – вот это уже существенная информация. В первом пункте я рекомендую сказать, кто что делает и где, и затем добавить еще одну существенную деталь. И рекомендую брать эту деталь из сходств. Например, и тут, и тут девушки улыбаются, вот об этом мы и будем говорить. А различия лучше сохранить для следующего пункта плана. Итак, говорим. Во втором пункте плана мы должны дать минимум два отличия между фотографиями. И эти отличия должны быть связаны с темой проекта. Как мы говорили, связанный с темой – это значит существенный. То есть сказать, что на фото слева три человека, а справа один человек – это несущественно, это ни о чем не говорит. А вот эта же самая идея, только выраженная, как девушка слева читает в окружении других людей, а девушка справа находится одна, в тишине, вот это уже дает нам существенную информацию. Итак, говорим. Третий пункт плана И, друзья, здесь непонятно. Мы должны говорить о преимуществах и недостатках e-reader или электронной книги. Если имеется в виду e-reader, то совершенно неверно называть его book. Book – это именно электронная книга, которую мы закачиваем на e-reader, и вот именно об электронной книге я и буду говорить. Это очень принципиальный вопрос, так как попадись в такое задание на реальном ЕГЭ, некоторые комиссии будут принимать ответы только про e-reader, некоторые только про электронные книги. В общем, как всегда, все сделано кое-как. Итак, говорим. В четвертом пункте плана мы должны объяснить, каким образом эти фотографии иллюстрируют проект. Итак, говорим. These photos work really well for our project, as they show that although life without gadgets is possible and can even be enjoyable, it requires much more effort. For example, the girl on the left had to travel to the library, find the right book, etc. While the girl on the right got hold of the book she needed with a few clicks. В пятом пункте плана мы должны сказать, хотели бы мы жить без гаджетов и почему. Итак, говорим. Personally, I would not like to live without gadgets. I use gadgets for almost everything, from finding information for my school project to tracking my heart rate. Gadgets help me to be more productive and efficient. И в конце не забываем дать завершающую фразу, говорим. That's all I wanted to discuss with you. Друзья, и вот этот ответ целиком, я оставлю его в описании под видео. А сейчас, как я и обещала, я хочу пригласить вас на мой следующий вебинар для выпускников и учителей Grammar and Vocabulary Success, который пройдет уже в следующую субботу, 25 сентября, начало в 12 часов. Вебинар полностью посвящен третьему разделу. Это задание на грамматику, словообразование и лексику. За 4 часа мы с вами разберем многочисленные ловушки, которые ФИПИ любит давать в заданиях 19, 25, 26, 31, 32, 38. Посмотрим на сложные случаи и типичные ошибки при выполнении этих заданий. Разберем алгоритм выполнения заданий и применим наши знания на практике. В этом вебинаре будет очень много практики. Каждый участник обязательно получит запись вебинара, презентацию и все материалы, даже если не сможет присутствовать. Внимание, друзья! При записи до 19 сентября включительно, это воскресенье, действует ранняя цена 1500 рублей, а с понедельника 20 сентября стоимость составит уже 1800 рублей. Чтобы записаться, пожалуйста, пишите мне на почту info.sobaka.anrease.ru. Все общение по вебинарам происходит исключительно по этой почте, а я надеюсь вас всех скоро увидеть. See you soon! Bye-bye!